Всем привет, с вами снова Нагваль и сегодня у нас традиционное воскресное подведение итогов прошедшей недели. Начнем пожалуй с того, что на Корее поставили очередную обнову, в которой снова перекрутили с ног на голову все скиллы, убрали старые ветки гнева, которые были раньше, и вместо них добавили новую общую ветку, в которую запихнули все скиллы, которые были раньше в разных ветках гнева. То есть получается всего будет уже не 10, а 11 веток, ну и опять все переделали, поменяли пассивки, и теперь для того, чтобы взять пассивки, не нужно тратить на них скиллпоинты, а пассивки будут выбираться в зависимости от того, сколько вы потратили скиллпоинтов на обычные боевые скиллы. Ну и соответственно скиллпоинтов, которые можно потратить на скиллы, станет меньше. Кореец выложил видео с демонстрацией скиллов новой ветки, соответственно посмотрим, что они себе представляют. Так, начинаем мы с клинков смерти, которые забрали из мистицизма, вопрос, что добавили туда вместо этих клинков смерти, но об этом пока подробной информации нет. Ну собственно клинки смерти как и были, так и остались, изменилась анимация, теперь они летят не по прямой, а немножко по дуге вверх подбрасываются, непонятно зачем это сделали, но да ладно. Дамажат вроде как и раньше. Дальше добавили глаз змеи, который раньше луки использовали для того, чтобы мочить за 60 метров, теперь же этот глаз всего лишь навсего меняет клинки смерти на сгустки гнева, который сейчас есть в гневе ветка сопрота, и которые отталкивают противников, сейчас же они не будут талкать, они будут просто наносить дамаг, а уешный дамаг вроде бы не такой уж и сильный. Насколько большой урон, отцени сложно, здесь они все в тяжест, в руками, поэтому фиг поймешь. Следующий скилл, змея из ветки волшебства, его забрали из гнева, и собственно теперь он не кастуется, инстовый скилл, но наносит намного меньше дамага, и насколько я понял, под стаками зарядов гнева ставят еще и в камень. Заряды гнева как таковые убрали, вместо них добавили скилл, который вешается как лимит, и подобно нынешней жажде крови постепенно накапливаются стаки. Вот собственно здесь вверху слева видно стакается вроде бы до 10 раз, ну и таким образом повышает эффективность некоторых скиллов гнева, насколько я понял. Вот кидает по 10 стаками змею на моба, и в этом случае змея не только наносит урон, но и ставит в глыбу. Получается такой своеобразный отложенный контроль, который в принципе можно использовать там допустим для инициации каких-либо комбинаций. Идем дальше. Этот скилл взятый из ветки гнева обороны, в принципе работает как и раньше, ставится такой кристальчик, который притягивает к себе противника в течение какого-то времени. Вроде бы механика особо не изменилась. Следующий скилл взятый из ветки гнева нападения, кидается на противника, наносит небольшой периодический урон, и вроде как снижает защиту из сопрот. Следующий скилл львы забрали из ветки гнева преследования, наносит урон, вроде бы отталкивает, то ли подбрасывает, ну и количество львов зависит от количества стаков гнева. Следующий скилл забрали из гнева сопрота, узы тьмы, который раньше стягивал противников в радиусе 15 метров, теперь он телепортирует ваших соратников на какое-то расстояние. Задумка в принципе интересная, но не знаю, насколько это будет юзабельно, особенно в морском паупе. Дальше, блинки из ветки гнева волшебства, прихоти судьбы. Раньше они юзались без отката, в зависимости от того, сколько у вас было наставка на заряды в гнева, сейчас же добавили откат, довольно длительный, но откат зависит от того, сколько находилось противников рядом с вами, в момент, когда вы заюзали этот скилл. За каждого противника в радиусе 5 метров откат скилла сокращается на 50%, и, как и раньше, на расстояние от 5 до 15 метров в рандомном направлении. Еще один скилл из ветки гнева обороны, это какой-то бросок щита, который бросается на несколько противников и кидает на них обезоружку. Решили все-таки оставить имбовый инвиз из ветки гнева скрытности, который не позволяет взять вас в таргет, но при этом вы можете спокойно бегать и наносить урон. Длительность этого инвиза, опять же, зависит от количества настаканных зарядов гнева. Ну и последний скилл, который тут вскользь показали, это Град Клинков из нынешней ветки гнева нападения. Вроде бы дамажит так неплохо, но, опять же, это вроде бы ремастер серии, насколько я понял, все 55-го уровня, ну и там все маги бегают в тяжсетах. Короче говоря, пока довольно скудная информация, толком непонятно, какие скиллы как работают, плюс также нет информации по скиллам Эфирунда на героических уровнях, так что еще пока рано делать какие-либо выводы, ждем более подробной информации. Ну и к тому же, как обычно, пока все это дело доедет до русской локализации, все еще успеет 150 раз переделать. Но в любом случае, только мы успели привыкнуть к нынешнему ребалансу скиллов, к новым скиллам гнева, к новым комбинациям и так далее, как нам снова придется переучиваться и играть в эту игру. Не, ну ладно, там легкий ребаланс скиллов, там подправили откаты, дамаг и так далее, но блин, взять старую систему, к которой все уже привыкли за долгое время игры, и переделать все заново. Я хрен его знает, что там у себя курит корейцы, и чего они пытаются добиться этими переделываниями скиллов, какого-то уникального баланса классов хотят добиться, ну не знаю. Но давайте до кучи уберем еще возможность крафтить эфенскую экипировку, а то она что-то сильно имбовая. Кто успел одеться, тот молодец, ну а остальные будут выбивать с мобов новую экипировку и синтезировать ее. Ну а че, гулять так по полной, осталось еще вывести из игры старые локации, вместо них запихнуть какие-нибудь новые, как уже было когда-то в том же Айоне. Были там хорошие локации, было постоянное пвп за споты мобов, там и так далее, эти локации взяли, тупо нахрен убрали из игры, вместо них запилили какие-то беспонтовые локи, на которые уже всем было похрен. И во что сейчас превратился Айон, я думаю, те, кто играли, тот знает. Ну да ладно, ждем, короче, пока все это дело дает дурфа, анонсов от Mail.ru, как там что поменяется и так далее. Очень надеюсь, что в этот раз это будет так же не скоро, как и обнова 4.5. Хотя на этой неделе добавили такой небольшой мини-марафончик, в течение которого нужно выполнять задания на гильдийный вклад в домах региональной общины, ну и как правило, такие мини-марафончики предшествуют установке небольших обновлений. Вроде бы как в следующей обнове должны ввести новый эквип, который будет падать на севере, и этот эквип можно будет типа синтезировать до релик качества, при помощи там своеобразных свитков, его можно будет как-то там пробуждать до следующего грейда и так далее. Лишь бы только эти скиллы новые не ввели. Но опять же, этот мини-марафон не обошелся без косяков со стороны локализатора, квесты, выполненные до 12 дня, не засчитывались. Но потом это дело в течение дня все-таки пофиксили, так как было очень много жалоб в той же группе ВКонтакте, и все-таки задания засчитались. Ну слава богу. В принципе, задания простые, там нужно убивать мобиков, даже твинками их можно спокойно выполнять, но лично я делать твинками точно не буду, потому что тут особо крутой награды здесь нет. Единственное, это катализатор персональный, который вроде бы повышает шанс заточки в 2,5 раза, ну и все. Был бы это квисарский талисман, другое дело. Так нет, паровозы твинов по этим квестам я точно водить не буду. Ну и собственно все, что касалось новостей, что же касается заработка голды, если кому интересно, то на твинках за эту неделю 7 тысяч голды, на фрифарме 14 тысяч голды. На этом все, спасибо за просмотр, с вами был Нагваль, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok